Особое мнение на 101FM Этапы реализации проекта поддержки местных инициатив Я знаю, что вы курируете эту тему И недавно готовили доклад для своих коллег по городской думе Есть некоторые нюансы Есть предложения по тому, как можно было бы совершенствовать эту систему Давайте обо всем по порядку Сейчас действительно тот период, когда активно у нас проекты реализуются, да? Да, совершенно верно На июль-август выходят финальные этапы реализации проектов по поддержке местных инициатив Напомню, что в прошлом году он получил свое дополнительное развитие С инициативой Соколова у нас в городе Проект получил дополнительную версию, скажем так, городскую По благоустройству дворовых территорий Она была упрощенная И в участии в этом проекте поучаствовало больше 200 заявок 100 заявок победило Они сейчас реализуются Конечно, объем работы большой Объем работы большой Но мы смотрим на округах Депутаты проверяют и качество выполнения работы Итоговые проекты Хочется отметить, что при участии депутатов Либо специальных структур, которые помогали в разработке документации Проблем обычно никаких не возникает Но в то же время возникают вопросы, когда На этапе подготовки заявки Многие вещи делались просто жителями По своей личной инициативе При своем знании, умении Ну максимум сотрудничества с управляющими компаниями То есть не специалисты, да? Да Зачастую у нас Да, зачастую И вот этот вопрос, он возникает Мы об этом как раз и докладывали депутатам, коллегам на заседании Но хочется отметить, что сейчас Все моменты, которые возникали Сложные, связанные с подготовкой документации С особенностями, которые есть Были отмечены Мы готовим предложения по контролю По особому на этапе разработки документации И готовим определенные методички, в том числе для людей, кто будут дальше участвовать в этом проекте То есть мы сейчас склоняемся больше все-таки к тому, чтобы специалисты готовили, да? Безусловно Документацию Лично моя позиция следующая Проект по поддержке местных инициатив И жители города должны показать свое желание Высказать свою инициативу Что они хотят Что им на самом деле нужно для того, чтобы жить в городе Получать от этого удовольствие Жить в комфортном, благоустроенном городе А вот вопросы технического характера Безусловно должны отдаваться на нотку специалистам Потому что вопрос проектирования, он может быть не такой затратный Но ошибки в проектировании и в дальнейшем на реализации Уже приводят к достаточно большим проблемам Вы перечисляли, да, я читал список неточностей, недочетов Там, например, бордюры не слишком, да? Недостаточной высоты, когда с клумб, с земли Вода начинает уходить на проезжую часть, на тротуары Это еще небольшая проблема Там большая проблема в том, что возникают несоответствия Могут возникнуть по типам работ, допустим Где-то привезли больше бордюров, где-то привезли меньше асфальта То есть такие моменты Вот недавно проверяли очень хороший проект у нас на улице Чапаева Но несоответствие проведения работ между двумя соседними дворами Где были два разных проекта ППМИ Привели к определенным напряжениям И пришлось это дело решать силами жителей Это было не очень приятно Но в итоге все получилось хорошо, конечно Но это можно было бы избежать при правильном проекте Кстати, да, действительно нужно учитывать, когда соседи Соседи благоустраивают свои территории Смежная территория, это важная история Это как история, знаете, с ремонтом и заменой подземных коммуникаций И укладка нового асфальта Нужно как-то согласовывать же это, чтобы потом не перерывать Безусловно Безусловно, да А в этапе глобального планирования не очень важно здесь А вообще давайте напомним, какие сейчас пути Какие шаги нужно сделать инициативным людям Для того, чтобы попасть в проект поддержки местных инициатив В первую очередь нужно в терроруправление свое обращаться, да? Да, обращаться в терроруправление Обычно эти проекты реализуются при непосредственном взаимоотношении с центром местной активности Образуется ТОС После образования ТОС проводится собрание жителей И дальнейшая работа уже идет в центре местной активности То есть там покажут пошаговую дорожную карту Что нужно будет сделать Ну и опять же, я думаю, что сейчас мы будем обращать особое внимание На участие специалистов в этапе проектирования Подготовки сметных работ и подготовки технического задания в том числе А при реализации ППМИ возникают такие проблемы? Ну, не знаю, нехватка материалов, например У нас со строительными материалами сейчас туго С тем же цементом, например, да? Подрядчики, насколько просто или насколько непросто найти Квалифицированную подрядную организацию Мы понимаем, да, что, конечно, на этот год Объем работы по реализации в проектах местных инициатив Очень большой Но, тем не менее, вот на сейчас мы смотрим по графикам выполнения работ Но в течение августа там 99%, надеюсь, что и все 100% будут завершены Потому что подрядные организации есть, их достаточное количество Все-таки это вопрос в том, чтобы все подрядчики смогли выполнить качественное выполнение Обеспечить и поставку качественного оборудования Если мы говорим про детские спортивные площадки Опять же, есть вопросы к некоторым подрядчикам возникают Потому что подрядчик выбирается здесь по ценовой категории Где-то сделать дешевле, где-то чуть подороже И от этого мы понимаем, что из одной шкурки можно шить 10 шапок Но они будут разные, так и здесь То есть, если только ценовая категория влияет за критерием То есть вероятность того, что продукт будет некачественный Поэтому здесь очень важна качественная приемка работы Вот здесь работа депутатов на кругах Здесь работа специалистов администрации Не дают, в общем-то, пройти некачественным подрядчикам дальше Позиция самих жителей, самих собственников тоже тут очень важна Как правило, люди у нас довольно пристально следят за реализацией этих работ В этом и есть вся суть проекта по поддержке местных инициатив Потому что здесь, когда люди сами участвуют в процессе работы от начала до конца От проектирования, от придумывания, от самой ЗК И дальше смотрят, что на их деньги Они же сами вносят значительный вклад финансовый в том числе Производятся работы, они очень пристально смотрят И за качеством выполнения работы, и участвуют в приемке То есть всегда при приемке присутствуют собственники И это очень сильно помогает контролировать возможные нарушения, какие могли бы Так, хорошо, будем выходить за пределы дворов Будем говорить о благоустройстве города в целом Я знаю, мы раньше встречались, у вас были претензии, в частности, к укладке брусчатки на тротуарах Мы знаем, это активно тоже работа продолжается И в этом году, и ваши коллеги по городской думе Прям говорили, что зачастую они видят прямое нарушение технологий При производстве этих работ У вас подобное тоже скептическое отношение? Смотрите, тут вообще вопрос двойной С одной стороны, действительно, брусчатка — это удобный и красивый элемент благоустройства города С другой стороны, сплошное забрусчательное улиц, на мой взгляд, не всегда обоснованно Иногда работы с асфальтом гораздо более, во-первых, быстрее, по цене сопоставимы Но и в некоторых ситуациях они более уместны будут А что касательно качества выполнения работы Ну, буквально даже в пятницу я подъезжал, но у меня на округе идут работы Достаточно большой объем брусчатки уложен На октябрьском проспекте На октябрьском проспекте, совершенно верно Но вы понимаете, там, опять же, вопрос проектный То есть технологически процесс укладки брусчатки Он очень четко гастирован, прописан техпроцесс Качество самой брусчатки и все остальное Если мы соблюдаем все требования, то вопросов никаких нет Действительно получается хорошее качественное покрытие Но даже здесь вот очень простая ситуация Сделанной водной сливой Вода по ним начинает Стекать, но так как газонная часть не занижена Не сделан общий ливневой сток Эта вода ровно остается по центру тротуара И никуда не уходит На вопрос мой прямой к работникам Говорят, вот фотографии, смотрите, почему у вас здесь стоит вода У нас в проекте нет Изначально не предусмотрено То есть это будет сделано следующим этапом Мы сделаем, да, но на лето нужно техническое задание Я заметил, на октябрьском проспекте со стороны 37-й школы Там асфальт старый убирался, да, перед тем, как брусчатку положить А вот на противоположной стороне Поверх асфальта Поверх асфальта И, соответственно, уровень тротуара, он достаточно выше стал Ну мы понимаем, да, что тротуар должен быть в любом случае выше, чем уровень газона Элементарная ситуация, при которой грязь уже с газона и пыль не будет попадать на тротуарную часть То есть проблема вся в изначальном задании Проблема в грамотной постановке технического задания И формализации всех даже мелких деталей Для того, чтобы можно было их излить и проконтролировать И не оставлять ничего на осмотрение Гарантия-то сколько у нас составляет на эти работы? Три, по-моему? Три года Три года, да В течение этого срока должны быть устранены Да, проблемы новых Хотелось бы, чтобы их просто не возникало, сами понимаете А может быть, не знаю, как вы знаете, у нас реализуется дорожный миллиард в регионе Может быть, жителей спрашивать, в каком исполнении они хотели видеть Тут тротуары, по которым ходят каждый день Асфальт или брусчатка Возможно, да Спрашивать в мнении жителей Да, в местах, где большой поток пешеходов Это, наверное, брусчатка Но с точки зрения, допустим, меня даже, как пару лет назад Я гулял за дочкой своей в коляске То по брусчатке ехать она просто не засыпает Постоянная вибрация А по асфальту раз выезжаешь, у нас сразу спит Ну, тут много нюансов надо себя рассмотреть, конечно Стало известно, что у нас будет создана или уже создана дирекция благоустройства города Кирова Что это за структура, вам известны подробности? Ну, насколько я понимаю, там в сентябре будут депутаты подробно презентовать цели и задачи этой организации Да, у нас с 1 августа сформировано Да, это будет структура, которая будет комплексно заниматься обслуживанием территории нашего города И я считаю, что это очень хорошая история, потому что многие вещи действительно только в комплексе позволяют решить как раз смежные проблемы, которые раньше могли возникать, допустим Ну, мне показалось, что там создание этой дирекции, там вещи, это больше такого организационного плана То есть улучшится ли в действительности работа и содержание благоустройства улиц, я немножко не понимаю Ну, мы это посмотрим, потому что цели заявлены очень хорошие и правильные А то, что будет получаться на улицах нашего города, мы увидим в следующем году уже наверняка Повысить эффективность использования муниципального имущества, оптимизировать расходы, улучшить условия работы сотрудников Вот это все задачи, которые закладываются для дирекции Безусловно, эта дирекция будет выполнять свои функции в полном объеме Но насколько и как качественно можно оценить развитие ее, мы будем смотреть Мы верим, что это хорошее и правильное решение Зимняя уборка тоже там будет? Конечно Да, в дирекции непосредственно находиться Ну, если продолжать нашу беседу про то, как выглядит город этим летом Всем прекрасно видим, что у нас активно идет реконструкция, ремонт теплотрасс Город перекопан по-настоящему Много неудобств это вызывает, в первую очередь, у автомобилистов И хочу вас спросить, насколько были оправданы претензии Недавно высказанные главой администрации Вячеславом Симаковым к подрядчикам Проехался по городу, несколько раскопок, нигде ни одного рабочего не увидел В официальном комментарии Т-плюс сообщили о том, что нет, рабочие трудятся Трудятся 6 дней в неделю Может быть, где-то они приостановили работу для того, чтобы дождаться Бетон застывает, да, ну и так далее Но они уверяют, что в сроки все равно будут укладываться Вы совершенно правы И здесь я, как и многие жители города, все время у меня возникали вопросы Почему там действительно никого в какой-то момент не бывает, где-то что-то еще Вот, но пообщавшись и с работниками, пообщавшись с руководством Вы нам вопросы и жители задавали, на округе у нас в том числе Ответ действительно нас, по крайней мере, на сегодняшний день удовлетворил Потому что многие этих процессы, они происходят со временем Да, то есть там бетон набирает прочность, вы совершенно правильно сказали В этот момент там работы не производятся Но, насколько мы видим, по объектам, которые уже сейчас сданы и завершены Подрядные организации практически укладываются в срок Но мы же еще должны понимать, что нагрузка удвоенная Потому что в следующем году у нас юбилей города И никакие работы в центре города проводиться такого характера, конечно, не должны И поэтому, я так понимаю, что все работы плановые в следующем году Они проведены в этом году Ну, немножко мы чуть-чуть, думаю, еще потерпим А к вопросам безопасности, как вы видите, наличие ограждений, освещения В ночное время там были тоже претензии Вот смотрите, по работам крупным, которые проводит Т-Плюс Все объекты, то, с чем мы сталкиваемся и видим в городе, здесь в центре, они все ограждены Ограждение хорошее, знаки, освещение остеет Но пока еще, конечно, в светлое время суток, в ночное время суток освещение обязано быть И за этим контролирующие органы наблюдают постоянно Ну, автомобилистам остается лишь только терпение пожелать Ну и правильно выбирать маршрут объезды На данном этапе Вот с маршрутами у нас, наверное, не очень все-таки в городе Не так велик список улиц, где можно объехать проблемное место Мы же знаем, у нас сколько две основных магистрали в запад города ведут Московская и Воровского, все Ну, здесь вот нужно, наверное, было бы, конечно, рассмотреть вариант улиц-дублеров То есть каким-то образом, может быть, по ним ограничить парковочные возможности парковки Тем самым расширить пропускную способность на период работы, например Ну, то есть, может быть, какие-то решения, которые могут быть приняты в дальнейшем Я напоминаю, что мы беседуем с Данилом Маминым, заместителем главы города Кирова Про газоны бы сейчас хотел спросить ваше мнение Губернатор Соколов не так давно призвал больше внимания уделять газонам В областном центре глава администрации Вячеслав Семаков на это ответил, что да Мы собираемся более активно работать в этом отношении В следующем году хотим опробовать технологию гидропосева газона Я тут даже поинтересовался, специально почитал статью, что такое гидропосев Это раствор семян газона, семян травы, плюс связующие всякие удобрения и так далее Клейковина, чтобы это все находилось в защищенном состоянии, эти семена Но очень будет интересно посмотреть, как это реализовывается Вообще роль газона, она какая в современном городе? И есть ли у нас полноценное пространство, которое отвечает этому понятию газон? Огороженная зона там с каким-то полувыгоревшим, полувытоптанным пространством, зеленым Это, наверное, не газон все-таки Смотрите, то есть, вообще история же газонов достаточно такая, да? И секрет хорошего газона тут, в общем-то, всем известен Надо работать По старым анекдотам, да, то есть 300 лет вы его косите и поливаете И у нас отличный газон, проблемы нет Вот, роль газона в городе очень высока с точки зрения, прежде всего, и формирования некого микроклимата То есть газон отдает достаточно хорошую влагу Это и задержка пыли, и мусора, которые не летают уже по городу совершенно там хаотичным образом Ну и, конечно, эстетическая составляющая И в этой части вот хочется обратить внимание, что газон может быть прежде всего разным Это не просто отдельно взятая трава, да? То есть это может быть и, ну, и мудный, и популярный, наверное, интересный газон, называемый разнотравье Где идет определенный набор трав, которые создают такую красивую живую историю Вот, это и классические английские газоны, и спортивные газоны, да? То есть они совершенно имеют в своем основании разные типы культур, которые создают то или иное состояние у него Но прежде всего, с точки зрения газона в городе, вот на мой взгляд, главное не только его эстетика Но и возможность его содержания, и содержание его максимально экономично, скажем так Потому что хороший газон поливать ежедневно, ну, это затраты сумасшедшие совершенно Вот, поэтому, может быть, при правильном выборе культур здесь можно использовать и почвопокровники, там, вот И, там, клевер, например, да? Возможно, на этапе высадки газона его создания, это будет несколько дороже, нужно считать Но в дальнейшем при его эксплуатации, при его содержании, там, эти затраты будут гораздо меньше И что будет нормальным обоснованием для использования в тех или иных культурных местах Это первый момент Второй момент такой, вот люди ругаются, что вот разнотравья, что это такое, там, просто лук непокошенный, и все Ну, на первый взгляд, да В понимании обывателя, да, так оно и есть И, с одной стороны, правильно, с другой стороны, если мы понимаем, что этот вот фрагмент газона будет выполнен на фоне маленького, аккуратненького, постриженного газона, там, либо клевера, да То это будет действительно отдельная культура, которая будет выявляться на фоне окружающего Тогда это будет уже, в общем-то, определенная эстетическая составляющая иметь А, ну, красота, она спасет мир Ну, то есть, наверное, целесообразно начинать с каких-то небольших уголков, да? Ну, наверное, все хорошим газоном мы засеять не сможем Ну, вот, с участка определенного, да, и потом расширяться, расширяться Ну, то есть, это какие-то скверы, это какие-то парки, где люди находятся длительное время, то есть, не транзитом проходят, да, а находятся постоянно Вот эти, конечно, участки требуют особого внимания А технология гидропосела, то есть, о чем вы сказали Она очень хорошая, интересная, технологичная история, она повышает заметно схожимость Потому что семена газона не смываются, не сдуваются ветром, как при обычном засеве Там же еще с красителем Ну, краситель четко показывает Видно, да, что вот здесь вот проведены эти работы Эти работы проводятся, ну, и, соответственно, сразу получается достаточно быстро получается хороший плотный газон Конечно, идеальный вариант это вообще у нас рулонные газоны, но это уже совсем другие деньги Это дороже, да Как вам вообще политика в отношении зеленого хозяйства, которое проводится у нас в областном центре в последнее время? Мы знаем серьезное укрепление этого участка фронта, так скажем, да У нас новые идеи реализуются, у нас разрабатывают целая концепция зеленения, да, отдельных улиц Вот до начала передач мы слышали новость про то, что у нас дождевой сад Дождевой сад у нас в сквере Барцам революции планируется организовать В общем, очень много идей, очень грамотные люди Там работают, вы видите, да, что меняется ситуация Люди целеустремленные, люди увлеченные Это прежде всего, вот Елена Васильевна Ковалева еще в декабре прошлого года активно эту историю поддерживала Бюджет был заложен на деньги определенные, заметно отличающиеся по суммам от прошлых годов на развитие зеленого хозяйства Там приобретается оборудование, то есть в любом случае посадочный материал Ну и самое-то главное, что идет системная работа по формированию зеленого каркаса города То есть должна провестись полная точечная инвентаризация всех объектов зеленого хозяйства То есть что, зачем следить Соответственно, тем самым мы снимаем напряжение общественников, которые беспокоятся, почему спилили это дерево, почему это дерево не спилили Но так или иначе претензий-то по поводу ликвидации деревьев старых очень много Конечно, но если на каждое дерево будет существовать паспорт, к чему мы идем, я думаю, что в ближайшее время это будет реализовано То по каждому паспорту дерева можно будет оценить, его состояние было Конечно, то есть мы смотрим Этот опыт уже где-то используется? Крупные города, крупные города, все используют Ижеск, как пример, очень хорошая и качественная история аналитики по зеленому хозяйству Здесь мы смотрим, вот в прошлом году было такое повреждение, а потом такое И вот мы смотрим, либо мы его дерево можем восстановить, оживить, либо мы понимаем, что уже и срок жизни дерева подходит Паспорт, видимо, возраст, состояние, основные физические процессы, которые там как проистекают в нем Точная привязка к местности Это прямо отдельный слой на карте города, имея который можно планировать и финансовые стороны, и ресурсные в том числе Недавно мы разговаривали с представителями до этого направления в управлении дорожной и парковой инфраструктуры Там ребята даже всерьез занялись тем оценить состояние почвы под зелеными насаждениями То есть насколько влияют на это реагенты, например, которые разбрасываются зимой Насколько наша почва городская вообще пригодна для того, чтобы произрастали деревья новые, если мы будем высаживать Ну видите, там же еще в том числе сортовой состав нужно смотреть, видовой То есть он потихонечку будет меняться, это уже как раз будет вестись работа новыми специалистами К теме уличной торговли я еще хотел бы перейти за 3-4 минуты до рекламы Конец лета, понятно, в огородах и садах урожаи С чем, собственно, я хочу и поздравить наших любителей этого вида занятий Всевозможных бабушек сидят на улицах, кабачки, помидоры, огурцы и так далее, цветы И вот каждый год возникает один и тот же вопрос Может быть, разрешить этим бабушкам беспрепятственно торговать По закону-то ведь нельзя, да, у нас уличная торговля запрещена С автомобилей, с рук и так далее Вот ваша позиция Понятное дело, что городские власти, ну, нельзя сказать, что абсолютно бездействуют В этом отношении у нас пытаются предусмотреть И они предусмотрены, эти официальные места для торговли излишками, да, продукции со своих огородов Но вот как мы видим, из года в год все равно бабушки выходят туда, куда им удобнее выходить Рядом с домом, рядом с ближайшим магазином и так далее Ну, безусловно, сейчас, с одной стороны, в правовом поле, конечно, администрация управления работают по этому поводу Проводятся рейды, регулярные рейды проводятся, значит, выявляются нарушения Но, с другой стороны, нужно понимать, что для бабушек, которые торгуют Это моя лично человеческая позиция Бабушки, которые торгуют на улицах, да для них часто не столько и не только финансовая сторона вопроса Хотя это, безусловно, важно То есть пенсии там не у всех позволяют жить свободно А непосредственно то, что наросло у себя на участке, появляются излишки И все это можно было бы реализовать Ну и социальная функция, то есть бабушки в возрасте выходят, общаются То есть, может быть, каким-то образом Коворкинг Коворкинг Может, коворкинг для них организовать Слушайте, ну, с другой стороны, может быть Но самый правильный, удобный вариант, конечно, на мой взгляд, это все-таки формирование и сохранение тех мини-рынков, которые были в районах Потому что, ну, трудно предположить, что бабушка со своим урожаем поедет там на центральный рынок где-то еще в организованное место торговать Вот поэтому, ну, наверное, все-таки должна быть шаговая доступность какая-то Но при этом, конечно, места должны быть максимально оборудованы И именно не забывать, что это в том числе и социальная функция Это не только там коммерческая или финансовая сторона Я помню, как несколько лет назад городская администрация подумывала о том, чтобы нечто такое цивилизованное предусмотреть для торговли в районе Карла Маркса и труда Помните, исторический Пупыревский рынок, как его раньше Пупыревский, ну, место-то самое такое, да Одно из самых активных в этом отношении, но ничего не сделано Не удалось Надо рассматривать и подходящие территории, ну и понятно, что вопрос финансирования имеет место быть Сами-то ведь мы продукцию-то покупаем Конечно, конечно, это вкусные огурчики, вкусные помидорчики Мы с вами поговорили до начала передачи, бывает такая ситуация, когда хочется в этой бабушке купить тот или иной товар Да, конечно, и помочь ей в том числе, да То есть проще купить, интереснее купить, может быть, у нее эти же огурчики, помидорчики, чем, допустим, в каком-то другом магазине Я напомню, что продолжается программа «Особое мнение» У нас в гостях Даниил Мамин, заместитель главы города Кирова Сейчас будет небольшая рекламная пауза, после которой мы еще хотим поговорить про электрический самокат Я хотел бы вас спросить в городе Хорошая тема Одна из таких, да, острых и злободневных Судя по тому, что происходит в других городах, ну, очень много уже несчастных случаев Случается, встречается И про конкурс «Город добрых соседей», про его второе, да, уже Второй тур Второе развитие Версия 2.0, да Продолжим мы об этом уже после рекламы Полторы минуты и вернемся Продолжается «Особое мнение» у микрофона Владимир Сметанин Мой собеседник Даниил Мамин, заместитель главы города Кирова Электросамокаты Я думаю, что 2023 год, он будет, наверное, одним из самых активных годов По количеству инициатив, которые рассматриваются на самом верхнем уровне Да, и Совет Федерации, и Госдума регулярно высказывается про то, что нужно Вводить ограничения для электросамокатчиков Ну, у нас уже есть примеры городов, где на местном уровне уже вводятся эти ограничения Например, Казань, это и по местам, где можно передвигаться на электросамокатах В районе Казанского Кремля нельзя это делать Максимальная скорость, с которой можно двигаться, ну, и так далее Может быть, вот, Даниил, у нас пора задуматься нашим местным властям В том числе и коллегам вашим по Гордуме Как-то вот регламентировать все эти вещи Потому что, ну, как пешеходы и как автомобилисты Мы регулярно наблюдаем, ну, такое хулиганское поведение Тех, кто берет в аренду электросамокат Вдвоем передвигаются, зачастую молодые люди переезжают Проезжую часть не переходят, а переезжают Именно вот вы как взираете на это? Я эту ситуацию вижу, как вы правильно заметили, с разных в том числе сторон Как активный пешеход, вот, люблю очень много ходить по городу Тем более погода в этом году позволяет Вот так и автомобилист Нужно здесь понимать, что пользователи самокатов Делятся на две категории в целом Это те, у кого собственные самокаты И это прокатные самокаты Вот здесь, очевидно, это разные категории Которые по-разному себя на дорогах и ведут Человек, у которого свой постоянный электросамокат Он чаще всего гораздо более аккуратен Он гораздо более воспитан И он понимает вообще, как к самокатам обращаться Вот, а электросамокаты, которые берутся в прокат Но это чаще всего для фана такого Для удовольствия Не свое и не жалко Не свое и не жалко С одной стороны, мы видим, как они, ребята на них И прыгают с бордюра, все что угодно Вот, и, конечно, ограничения В том числе и, возможно, программное Софтовое ограничение скоростей самокатов И ограничение зон их использования Это необходимо проводить на уровне прокатных компаний Насколько я знаю, у некоторых компаний Эта ситуация реализована технически Для этого все средства есть Вот, ПДД, изменения в ПДД были внесены у нас весной По электросамокатам С первого марта, да? Да, с первого марта и средством недальной мобильности И там есть ограничения в 25 км в час Но, на мой взгляд, вот, я просто как активный велосипедист скажу Что 25 км в час – это достаточно большая скорость Для объекта, там, килограмм под 80-90 весом Ну, вот я когда специально в свое время считал Если ты катаешься, например, на лыжероллерах А у них нет тормозов Мы вешали объявления специально в свое время Ну, вот, сила удара человека Весом 80 кг при скорости, там, 35-40 км в час Сила удара 2 тонны Ну, для понимания Вот, ну, то есть, такой При 25-30 км в час Электросамокат нанесет достаточно большие повреждения И тому примеров очень много Здесь необходимо регулировать зоны То есть, и мы понимаем, что если по дороге в общее пользование В отсутствии велодорожек Некоторые категории самокатчиков Могут должны перемещаться А не по пешеходным тротуарам Вот, то там, да, 25 км в час – это нормальное ограничение Которое, ну, более-менее безопасно для кого-то находиться за рулем То на пешеходную зону, на тротуарах Ограничения должны быть, конечно, смягчились 10-15 км в час Это более чем достаточно, чтобы спокойно перемещаться По тротуарам, учитывая трафик людей Но при этом нужно понимать, что, на мой взгляд Это за этим определенное будущее То есть, средства недвижимости – это прекрасный транспортный Решение транспортной проблемы города Альтернатива существующим средствам предложения Совершенно верно И это правильная история Развивать ее, да Велодорожки, которые позволяют по ним перемещаться СИМом Это безусловный плюс для развития города И для показания жителям Молодежи, особенно, что город находится в тренде развития То есть, я вот за эту историю всегда Обеими руками и готов это поддерживать Вот, но прежде всего И в средствах недвижимости и в других проектах Главное – это безопасность То есть, вот здесь Самые жесткие ограничения для людей Кто берут на прокат самокаты И используют ли это все возможные способы А разделяются ли эти призывы от членов Совета Федерации Звучавшие? Надо обязать устанавливать регистрационные знаки на электросамокаты Надо обязать учиться на права Там какую-то категорию вводить отдельную И так далее, и так далее А вот здесь как раз вопрос в том Что самокаты, которые легкие И которые даются в прокат С ограничением скорости Они действительно не сильно отличаются От обычных велосипедов И средств таких маленьких самокатов А те, которые уже Самокаты тяжелые И позволяют развивать большую скорость Они, ну, скорее всего, да Они приближаются уже к скутерам Потому что скутеры Уже сейчас требуют и права Шлемы и все остальное То есть это более должно быть четкое Более явное отделение Тех или иных средств мобильности Но в общем и целом В общем и целом Безусловно, это должна быть Очень сильно регулируемая история Не только бизнес Но еще и ответственный бизнес Это прежде всего ответственный Ну, я скажу так, что Компании, которые сдают в прокат Хорошие компании, серьезные Они очень серьезно относятся к этим вопросам Вопрос регулирования на местах Чтобы мы со своей стороны И с Думой, и администрация Четко формализовала те условия Которые нужно соблюдать Я уверен, что компании прокатные Будут реализованы Итак, грантовый конкурс Город добрых соседей Решение уже принято о том Что он будет продлен Ну, как продлен Это будет новый, следующий этап Следующий этап Но он до конца года Или уже на следующий год Сейчас готовятся документы Будут готовы, будем смотреть Так, подробности Ваш коллега Михаил Курашин Он говорил о том, что там На событийку, да? Ну, смотрите Принято решение упор сделать Упор сделать на событийку Потому что событийные проекты Они гораздо легче реализуются Вот, но Мне бы все-таки хотелось Чтобы вопрос благоустройства территории В том числе был сохранен Прежде всего потому, что мы тем самым Видим, что что-то в городе происходит Еще и на территории То есть не отказываться полностью Я бы с моей точки зрения Просто возможно их каким-то образом ограничивать С точки зрения того, чтобы работы не проводились Там в местах скопления людей На протяжении следующего года Когда будет празднование, юбилея То есть тоже неправильно Либо сроками ограничивать Либо территорию Либо видами работы Вот Но для меня лично Радость, которую я вижу У коллег своих, скажем, да В том числе Которые реализуют свои готовые проекты И как это все возможно получается Это, конечно, дорогого стоит Потому что этот проект Наш губернатор не зря отметил Что это один из самых успешных практик Которые позволяют вовлекать жителей города В реализацию В участии в жизни города прежде всего Там по параметрам известно Что-то схоже будет? Будет похоже Но, возможно, несколько поменяются суммы С первой волной Несколько поменяются суммы Там в ту или иную историю Но готовится положение Думаю, когда оно выйдет в ближайшее время Мы посмотрим точно уже все цифры Ну, там в первую очередь Важна финансовая составляющая Тут, видимо, нужно будет предусматривать Поправки какие-то Чтобы бюджет для конкурса Изыскать Да И в областном бюджете Поправки на сентябрь, я так понимаю Будут запланированы Что еще интересного нового Обсуждается в рамках Группы по подготовке к юбилею К 650-летию У нас вот пара минут еще есть Может быть, что-то мы еще не слышали Ну, обсуждений, на самом деле, очень много Дирекция конкурса Дирекция по отмечению юбилея Сейчас находится в активной работе Рассматриваются многие предложения Дирекция открыта для работы Предложения жителей Какие-то, если есть интересные инициативы Они всегда будут рассмотрены И здесь основной базовый календарь Он согласован, он существует В целом картинка сформирована В целом картинка сформирована Совершенно верно Но очень многое появляется Время-отремне точечных Каких-то идей Которые на той или иной территории Могли бы быть реализованы И, ну, скажем так Украсили бы наш праздник Потому что, ну, фактически получается Что это будет не один день, не два дня Да, то есть Это будет юбилейный год Вот, и все лето практически там В тех или иных частях будут проходить Ну, мы уже знаем, там, да Не только день города, но еще и ночь города День города, ночь города День рождения города Это коллективно как-то рождалось Или у этих инициатив конкретный автор есть? Слушайте, ну, это коллективная история, конечно, да Но в каждую коллективную историю Автор какой-то вкладывает тот или иной смысл Я считаю, что на сегодняшний день Наполнение юбилея очень интересное Очень разностороннее, самое главное И каждый житель нашего города Здесь найдет что-то для себя интересное Вот это вот немаловажно То есть он не узко ориентирован Дирекция, вы говорите, открыта для приема Да, конечно, конечно Инициатив, пожелания В интернете можно найти Группу во Вконтакте есть Да, группа в Вконтакте активно работает И там телеграм-каналы у них Прямо каждый день Пещерят просто Предложениями разными мероприятиями Интересными Ну, все-таки, наверное, уже нужно упорно Непосредственно реализацию, да? Начинать делать Ну, смотрите, сейчас Идей достаточно Просто видите, есть вопросы инфраструктурные и событийные Вот, и те, и другие Они немножко по разным законам развиваются Поэтому на событийные, конечно, мероприятия Какие-то, да, которые будут проходить Вот в них Как-то их развить, чем-то украсить Дополнить, я думаю, что вполне реально сейчас Конечно, инфраструктурные уже большие изменения не провести Вот, но события Это то, чем запоминается праздник Прежде всего для людей Благодарю за эту беседу Даниил Мамин, заместитель главы города Кирова Завершается наш разговор Всего доброго Спасибо, до свидания До свидания Особое мнение на 101FM